Завтра реально будет лучше, потому что, во-первых, завтра уже вторник, во-вторых, завтра, 12 марта, шансонье Сергей Вольный отметит свой 56-й день рождения, и мы не могли это пропустить, и поэтому сегодня в Звездном Завтраке автор-исполнитель, шансонье Сергей Вольный и талантливый композитор Дмитрий Дубинский. Ребята, утро доброе вам, здравствуйте! Привет! Привет, радиошансон, привет, страна! Причем утро не просто доброе, но еще и предпраздничное. Сереж, завтра день рождения, поэтому сходу рассказывай, как будешь отмечать. Отмечать буду дома, ну, в семье, с детьми, ну, может, с Димусиком вот по рюмке выпьем. Никаких таких праздниц не будет, я не люблю такие мероприятия. Гулянь, рестораны, отдых валебные нет, да? Не, ну, мы сходим куда-то, нет, 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 нет. Дима, подарок уже другу приготовил? А как же, у нас всегда, ну, самый лучший подарок это творческий, как вы полагаете. Так, и что же это будет? Ну, я же не могу сказать, это завтра будет все. А это все будет завтра? Да. Пришли и ничего не говорят. Секрет. Не, ну, иначе это уже не будет сюрпризом. Угу. Так. Давайте не с сюрпризов начнем. Я заходила в Инстаграм Сергея Вольного, ты там написал, что в эфире, в Звездном Завтраке будем поздравлять милых дам, девчонок. Ребят, ну, поздравляйте, праздник отгудел, их еще сегодня никто с прошедшим не поздравлял, и вы будете первыми. Я младшенкому уступаю, давай, Димусик. Хорошо. У меня на этот счет есть четкая жизненная позиция. Я всегда говорю о том, особенно в пост 8 марта, что самое лучшее, что мог придумать Бог и создать, это женщины, девушки. Это самое прекрасное, это то, что нас вдохновляет, то, что нас радует, то, что нас мотивирует. Без женщин мы просто никуда. Дорогие, любимые наши, красивые, милые, мы вас поздравляем. Мы вас любим. Не только 8 марта и все остальные 360 дней в году. Ура, ура, как красиво. Сереж, но возвращаясь к дню рождения, знаешь, наше время, самый верный ход ко нем, это озвучить, что бы тебе хотелось получить. Явно нас сейчас будут слушать ребята, которые завтра все-таки придут себя поздравить. Давай вот назовем три пункта, которые тебе бы хотелось завтра получить в подарок, а мы будем записывать. Вдруг реализуем. Первое. Так. Это спонсора, который вложит деньги в производство тушенки под эгидой Сергея Вольного. Так. И радиошансон. Да, и радиошансон. Если, конечно, радиошансон согласится. Подписывается. Мы там логотип свой оставим, потому что ты каждый раз приходишь к нам с таким количеством большого продуктов, но об этом чуть позже. Так, второе. Второе. Я бы хотел, чтобы Дима, мой саунд-продюсер и талантливейший друг, с которым я когда-то познакомился, написал хорошую песню. Подожди, ты же не знаешь, каким подарком-то завтра Дима к тебе придет. Ну, может, он уже написал, но я же хочу, я же могу сказать, а вдруг он сегодня за ночь напишет. Так. И я хочу пожелать здоровья моему директору Марине Андреевой. Она сейчас находится в Склифосовске. Ей сделали сложнейшую операцию по пересадке почки, по пересадке поджелудочной железы. Я хочу, чтобы она в максимально короткий срок выздоровела. Машенька, выздоравливай, конечно. Здоровья крепкого. Ребят, а, собственно, вы почему вот сегодня вместе? Расскажите, что вас связывает в хорошем смысле этого слова? В хорошем смысле слова нас связывает творчество. Творчество. Мы не можем друг без друга, мы спорим, иногда ругаемся, там, чуть ли не до драки. Дима, ты делаешь аранжировки для Сергея Вольного или как, или что? Ну, смотрите, у нас вообще творческий союз, то есть Сережа пишет тексты, я пишу музыку, делаю продакшн, ну, по-русски говоря, делаю аранжировки. Все это мы в студии колдуем над этим. Собственно, я занимаюсь полностью творческим. Раскрываю творческий потенциал Сережи. Раскройка секрет. Ты говорил, что вы там наколдовали на новый альбом? Да, он уже близится к завершению. И этот альбом вообще у нас достаточно забавно происходит, потому что, ну, только до кулачных боев не доходит, наверное. А, скажите, по поводу вы спорите, по какому? Ну, вот, например, он говорит, вот здесь надо, проига же, сделать вот такой, вот он должен быть помоднее. Я говорю, Дим, ну какой помоднее? Это шансон, песня там «В деревню». Ну, какой здесь помоднее? Нет, ты не понимаешь ничего и т.д. и т.п. Да правильно он говорит, Сережа, шансон развивается. Что значит песня «В деревне»? Я же не против. Правильно он говорит, договариваемся до чего, чтобы не драться, не ругаться. Делаем два варианта. Окей, когда выйдет этот альбом? Когда нам ждать эту пластинку? Осенью. Я думаю, осенью, ближе к зиме. Это уже к твоему дню рождения, Дим, наверное. Да, точно, точно. Слушай, если Сергей Вольный, человек, такая рубашка на распашку, в Инстаграм всегда что-то интересное выкладывает, то вот, Дим, твоя эта страничка от лишних глаз закрыта, ты почему закрыл свой Инстаграм? Ты же вот человек, который должен быть на виду. Ну, я, может быть, и должен, но, честно, не особо люблю публичность, если быть честным. Хотя меня все за это ругают и говорят о том, что да, надо, надо, но вот так. Так сложилось, потому что я больше сосредоточен в студии с утра до ночи, точнее, с обеда до ночи. С утра ты отсыпаешься, да? С утра отсыпаюсь. Как же ты сегодня к нам пришел? Слушай... Для тебя это вообще раннее утро здесь. Нет, на радио Шансон я всегда прихожу, я полночи не спал, готовился, чтобы не проспать. Он здесь ночевал недалеко, в гостинице. А, вот так вот даже дела обстоят. Я на страничке, кстати, Сереж, твоей увидела недавно черно-белое фото 30-летней давности. Ты написал Московский энергетический институт, диско-клуб «Претензия» на сцене в апофеозе и в образе Сергея Артбортовщик. Да, отбортовщик. Меня звали Бортом. Сергей Борт, отбортовщик. Я ввел дискотеки, диджокеем был. Мы начинали в свое время с Вовой Маркиной, с Сережей Минаем в одном диско-клубе. А почему отбортовщик, отбортовщик? Ну, я откуда знаю? Ну, ладно, расскажи, расскажи. Хлюст, хлюст был. Нет, подожди, Дима, рассказывай ты, раз уж хлюст. Ладно, я скажу, он скромничает на этот счет. Сережа был очень, ну, он и часто, но тогда особенно, был очень популярный у женщин. Так. Вот, и так как он был диджокеем, в то время это называлось именно так, в 80-е годы, да? Ага, ага. Это была очень популярная личность, и девочки просто забрасывали его нижним бельем практически на дискотеку. Что ты сейчас наговоришь. Ну, правда, ну что? Слушай, ну, конечно, брюки, клеш, волосы шикарные, худощавые, жилистые, почему бы не забрачивать. А, собственно, отбортовщика, я так и не поняла, почему-то. Бортовал многих женщин. А, бортовал. Бортовал, да. Сережа, это тебе девушка Динамо должна была встретиться, чтобы вот так... А у меня была, кстати, знакомая девушка Динамо. Ты серьезно? Ты понимаешь, это рок судьбы, это рок судьбы. Слушай, Дим, ну, в Инстаграме я, конечно, до тебя достучалась спустя несколько дней, но в Фейсбук, там все полегче. В твоем профиле написано, что ты композитор и саунд-продюсер российского шоу-бизнеса. Ты похвастайся, с кем сейчас, помимо Сергея Вольного, работаешь? Ну, у меня есть несколько артистов, с которыми я работаю на постоянной основе, много лет. Не просто работаю, и дружу уже. Это Ира Круг. Так, да. Я являюсь ее саунд-продюсером также. В общем-то, я для нее уже сделал три альбома. А скажи, вот эту крайнюю песню с Газмановым «Твой дом» ты сделал? Я сделал тоже, да. Так, еще кто? Ирина Круг. Ирина Круг, Сергей Вольный. Так. А с недавних пор еще Юлия Михальчик стала тоже моим артистом. Сереж, не думал вообще как-то вот с другом более задружиться и в дуэте, может быть? Или с Ирой Круг, или с Юлей Михальчиком? Вы знаете, дорогие товарищи, всему свое время. Вот оно. Когда мне предложат дуэт, я не откажусь. А как это? Самому бегать, скакать, предлагать. Еще песня должна написаться. Если все оно сложится, то дуэт будет. А вот-вот, даже можно это... Нет, ну, естественно, мы с Ирой этот вопрос обсуждали. Может, Сережа опять скромничает? Сегодня на него приступ неслыханной скромности. Так, поменяйте их местами, пожалуйста. Мне до Минского надо сюда, поближе. Нет, все нормально. Ну, не раскрывай секреты, Дим. Ну, не надо. Я только так. Подождите, вы для этого и пришли, ребят, чтобы раскрывать здесь секреты. Пусть какая-то тайна останется. Возможно, будет дуэт у Вольного и Круг? Возможно. Возможно. Но Ирина Круг является, можно сказать, музой Сергея Вольного. В принципе, да. Да, сто процентов. Прекрасная женщина, исполнительница. Сережа, правда же, что у тебя с музыкой все с детства связано, да? Да, учился на баяне, в хоре пел, потом баян уронил преподавателю на ноги, когда она мне указкой ударила. И больше на баяне не играл. А ты ей ноги отбил, да? Я читала об этом случае. Да, да, было дело. Это что за хору? Как звали это, учительница-то? Ее звали... Как же ее звали-то? Ой, сейчас я не вспомню возрастные изменения. А, Татьяна Григорьевна все вспомнила. Татьяна Григорьевна, что же вы тогда по таким талантливым золотым рукам? Да вы посмотрите, какой вырос-то у вас ученик. Ребят, давайте все-таки отыграемся за всех, кто нам сделал когда-либо плохо. Сергей, Дмитрий, перед вами две стопки карточек. В одной из них то, на кого мы будем жаловаться, а во второй наказание. Вот по очереди вы эти стопки и тащите. Итак, Сергей, начнем давай с тебя. На кого будем прямо сейчас жаловаться? Рассказывай, что ты нам написал. Пусть, пусть она подойдет. Подождите, подождите, подождите. Не ту стопку взял, Дима. Так, меняемся, рокировка. Подождите, что же вы все там перепутали? Так, хорошо. Сережа, итак. Последний раз меня обманула. Последний раз, продолжай. Кто тебя последний раз обманула? Последний раз меня обманула Анастасия Андреевна. Ох, Анастасия Андреевна. А ты как обманула? Обманула просто и все. Просто обманула. Дим, давай накажем Анастасию Андреевну. Какое наказание мы ей сделаем? Блин, я уже боюсь. Да ладно, ладно, там все хорошо, там все прилично. Ох, ну это же не я. Анастасия Андреевна, вам вот что получайте. Настя, ты встряла. Так. Пусть твою машину эвакуируют каждую пятницу в течение 10 лет. Вот так, Анастасия Андреевна, получай, чтобы вольного больше не обманывать. Сережа, тащим дальше. Смотрим, что у нас здесь. Так. Настя, прости. Учительница в школе мне не разрешала курить. Учительница, как звали учительницу, не помнишь? Мария Сергеевна. Мария Сергеевна в школе не разрешала Сергею вольному курить. Дима, давай наказание тащи, что мы ей придумаем. Женщин наказывать, ну как? Могут быть только наказания. Мария Сергеевна, вам вот за то, что запрещали мальчишке бегать в гаражи. Мария Сергеевна, если у вас есть мобильник, тогда пусть он всегда разряжается в самый неподходящий момент. Вот так вот, получаете. Сереж, для друга вытащи, пожалуйста, вот одно передай, для друга. Дима Дубинский, читай. Хейтер у меня в соцсетях написал, что я... Это вот эти негодяи, которые пишут некрасивые комментарии. Ну, Инстаграм у тебя закрыт, в Фейсбуке что-то писали плохое? Писали в Ютьюбе. Кто писал? Один написал, что я нетрадиционный... Так, давайте наказание ему за это придумаем. Ишь, такого мужчину, вот такое вот писать-то в комментариях. Как мы его накажем? Так, я сейчас его с особым удовольствием это сделаю. Давай, с особым, правильно. Потому что я очень люблю... С особым цинизмом этому хейтеру, который написал плохие вещи про Дубинского. Считайте, Сергей. Пусть под его... Это он был или она? Это неизвестно в Ютьюбе. Оно. Пусть ее, его или оно, ногами всегда попадаются мелкие детали. Получай, мелкие детали Лего, чтобы ты когда ходил по ковру, они все время тебе встревали в пятки. Так, давайте еще одну последнюю вытащим, пожалуемся на кого-то и накажем этого человека. Повезло, просто мягкое наказание. Да, Сережа. Последний раз меня остановил гаишник и оштрафовал за... За что, Сережа, рассказывай? Он меня не оштрафовал, я ему подарил диск и он мне все простил. Серьезно? Я его подписал. Его всегда. Это не... Передаю гаишнику привет, спасибо. Интересно, то диск, то тушенку, еще тащи тогда давай. Взяточник. Точно. Все тащу. Всегда все с собой. Итак. Когда я был молод, мне не ответила взаимностью... Как ее зовут? Света. Света, Света, тебе наказание. Ну, Света, ты попала. Тащи, Дмитрий Дубинский. Сейчас такое тебе придумаем. Сразу вспоминается Семен Слепаков с песней про соседа. Как? Так, пусть у твоих соседей будет нескончаемый вечный ремонт по утрам с перфоратором. Получай, Света, а если бы в молодости не отказалась Сергею Вольному, все было хорошо. Ребята, у нас сегодня в гостях Сергей Вольный и Дмитрий Дубинский. Звездный завтрак. Сегодня в «Звездном завтраке» у нас шансонье Сергей Вольный, композитор-аранжировщик Дмитрий Дубинский. Вайбер, ватсап работают, и поэтому, если есть к артистам вопросы, задавайте, мы сможем узнать ответы. На самом деле, открою вам маленький секрет, что все сотрудники радиошансона очень любят, когда к нам в гости приходят Сергеи Вольный. Но, во-первых, Сереже всегда весело. А во-вторых, те мясные деликатесы, которые он привозит нам в презент, безумно вкусные. Сереж, ну рассказывай уже, что это, откуда у тебя все это богатство? Да бываю, в наших лесах. В основном, в последний раз мы с Димой ездили в Калужскую область, и вот, так сказать, из лосятинки я принес сегодня вам два вида колбаски. Это вот ливерная колбаса офигенная, вообще супер. Ребята, вот у нас идет трансляция, вы можете посмотреть, смотрите, выставлена тушеночка. Тушенка из чего, из кого? Тушенка из лосятинки. Тушенка из лосятинки, колбаса. Колбаска тоже из лосятинки. Ты говорил, что это настоящая, какая колбаса? Ну, какая есть. Крак, как это называется? Сервелат. А, сервелат, сервелат, да? Да, да, да. То есть вы охотники, ребята? Да, да, увлекаемся периодически, ну а что делать, надо как-то добывать себе на жизнь. Дим, ты тоже стреляешь, да, в бедных животных? Сергей меня подсаживает, я как это, под мастерье. Я тут помогу. Сереж, ты мне принес мясо лося, что я могу из него приготовить? Я тебе скажу, все очень просто. Берешь его, варишь очень хорошо. Так, да. Да, и кормишь своих девчонок, они вот, вспомнишь меня, они будут счастливы. Только в вареном виде? Или можно пожарить? Или можно потушить? А на что оно похоже, мясо лося? На говядину, только, ну, немножко оно попастнее. То есть пастнее даже говядины. Слушайте, с сегодняшнего дня пост великий начинается у людей православных. Кто-нибудь из вас когда-нибудь постился? Я, честно говоря, нет. Нет, да? Ну, не знаю, я считаю, что к этому надо прийти, пока, наверное, не пришел. Дим, ты нет? Нет, я тоже нет, потому что, как говорят, пост, он должен быть во всем, а я не могу, я очень женщин люблю. Ах, вот оно как. А готовить-то умеешь? Я, к сожалению, нет, опять же, у меня... Я женщин люблю, они мне готовят. Так и есть. Я умею готовить. Какая фишка у тебя такая, самая-самая сочная? Я умею очень хорошо готовить рыбу, вот моя жена знает. Какую-какую? Скумбрию. А ну-ка давай нам рецепт быстро. Скумбрию, ее размораживаю, сам разделываю, раскрываю ее, как такой, ну, как вот разрезают апельсин на две части, так и разрезал. Потом у меня есть такие приправы с перчиком для рыбы, я бам-бам-бам-бам, солью все пересыпаю там, мариную, и потом жарю на сковородке даже, получается, на гриле вообще сумасшедший дом. Ой, как ошелёнки потекли. А вообще, любимое блюдо какое-то, Серёж? У меня пиво с киллечкой. Хорошо, пиво с киллечкой, отличное блюдо, Дима. Да. У тебя тоже там же пиво с киллечкой? Нет, нет, я, кстати, не употребляю ни пива, киллечку можно, но... Ты вообще алкоголь не употребляешь, да? Нет, употребляю, вот на 8 марта употребил так нормально. Нормально, да, употребил? Да, опять же, за женщин мы выпили, как полагается. Какое блюдо у тебя любимое? Любимое блюдо? Ну, я рыбоман, фишман. Слушай, так это просто к вольному в гости придётся, к скумбрию тебе сделает. А я ещё готовлю очень хорошо мидии. Мидии? Мидии такие вот продают во вкус вилле. Маленькие такие, они, ну, недорогие. Так, как ты мидии готовишь, Серёж? С соусом размораживаю. Они же закрыты, подожди. Нет, нет, там они продают уже открытые. Уже открытые, так. Ты их варишь? Нет, нет, их не надо варить, они уже варёные мороженые, разморозил. Потом жаришь много-много лука. Потом кладёшь ту амидии, всё перемешиваешь, добавляешь томатной пасты. Такая тоже, ну, она не сладкая, а должна быть такая, обычная томатная, может, томатный сок. Всё пережариваешь, вообще супер. Прекрасно. Ребят, вы вообще давно дружите? Расскажите. Сколько лет вы уже знакомы? По ощущениям или как есть? Да как есть. По ощущениям понятно, наверное, всю жизнь. Наверное, да. С 2013-го. С 2013-го. Ну да, шесть. Ну, за шесть лет вы, наверное, уже друг друга с полуслова понимаете, да? Ну, практически. Нет, ну, давай, я открою, скажу. Иногда наши женщины говорят о том, что, может быть, вы жить вместе будете? О, вот, вот где ты был, туда иди, иди к вольному, возвращайся. Ну, а почему нет-то, во всяком случае, если нас выгонят, ну, а чё? Окей, давайте, давайте устроим проверку вашей дружбы. Экспертный час. Опять что-то сейчас. В качестве эксперта у нас сегодня охотник со стажем Сергей Вольный. Ну, а роль добычи будет изображать композитор Дмитрий Дубинский. Обалдеть. Итак, ребята, давайте представим, как будто мы с вами сейчас где-то на охоте находимся, да? У вас ружо, так и так далее. Вы где-то в кустах спрятались, вдали доносятся звуки лесных животных. Вот этих животных и будет изображать Дмитрий Дубинский. Он потому что композитор, аранжировщик, знает о звуках всё. Ну, а отгадывать это животное будет Сергей Вольный. Дим, тащи табличку, давай, кого вытаскивай, и изображай то, что на этой табличке написано. Ага. Давай. Именно так. Именно так. Это, я думаю, лев или кабан. Так, ну ты определись, пожалуйста. Я думаю, лев. Ты думаешь, лев? Кабан. Кабан всё-таки. А какой кабан? Там непростой кабан, понимаешь? Дим, ещё раз, пожалуйста. Ты понимаешь, да? Там какой-то кабан, который чего-то хочет. Так что же он хочет-то? Может быть, он хочет кабаниху? Дим, Дим, там немного из другой области. Какой там кабан, расскажи. А он, кстати, голодный кабан, поэтому он хочет кабаниху, да. Ну, если так, то можно и так. Так, продолжаем. И вот идём мы по лесу, и кто нам встречается далее? Лучше изображай. Лучше, да, пожалуйста. Более чётче. Так, так. Жалко, что он разговаривать не умеет. Первая подсказка. Давай. Серёж, как ты думаешь, кто это? Я просто таблички не вижу, боюсь. Пингвин, может? Да, в лесу-то какой пингвин, что ты? Нет. Это лесной жизнь. Медведь. Так, медведь, правильно? Да, вот что охотник, ты понимаешь? А это медведь какой, как думаешь, Серёж? Бурый. Бурый? Нет. Это медведь, которого разбудили в спячке, там было написано. Понимаешь? Это значит злой медведь. Ну, ты зевнул бы хотя бы. Продолжаем. Продолжаем далее идти по лесу. И кто-то попадается на пути. Тут внезапно... Пожалуйста, Дмитрий. Серёж, кто бы... Кто бы это мог быть? Присесть надо. Прекрасно, прекрасно. Курица какая-то, что ли? Спасибо. Курица. Ну и петухом меня ещё никто не называл. А как же тот хейтер на YouTube, понимаешь? Так, ещё раз, Дмитрий. А то не... Серёж, кто это? Я не знаю, обезьяна, что ли? Дим, кого ты изображаешь? Расскажи секрет. Я сдаюсь. Ну, кто это? Музыка, помнишь, была вот эта вот? Тара-та-та-та-та-там. Танец маленьких. Ну. Ну, кто в небе летает? Серёж, кого стреляем из ружья в небе? Наши... Гусь, что ли? Утка. Вот, утка. Утки летят. Ну, утюрку по... А как? Кря-кря-кря и всё. Вот, они уже начинают спорить по поводу звука, понимаете? А что же происходит-то во время песни? Сейчас выйдем, я тебе покажу кря. Дим, давай, пожалуйста, ещё пару животных, давай. Да. Всё-таки охотник со стажем тут здесь у нас. Итак. Ну, давай. Композитор Дмитрий Дубинский в роли жертвы. Ой. Тяжёлая эта задача. Ну, ладно, попробуй. Так. Я не знаю, что надо сделать, это визуал должен быть. Ты зачем на колени сейчас встал, Дим? Подожди. А визуально ты хочешь изображать? Ну, а как он... Ребят, подключайтесь быстрее к нашему каналу на YouTube и смотрите, что здесь происходит. Ну, вставай на колени, ладно? Раздевайся. Раздевайся, раз пришёл. Сейчас ваши жёны точно вас отправят вдвоём, понимаешь? Ну, давай, изображай. Дим, ну, уже решайся. Я думаю, думаю просто, как вот её изобразить, её... Её? Кого? Да, её. Это как минимум она. Лиса? Ну, вот первое ты уже угадал. Так. От лиса какая лиса? Которая встретила кого-то и... И тут, откуда ни возьмись, из-под стола появился Дубинский, изображающий лису. Волк, может, съел лису? Серёж, ну нет, это лиса кого-то съела. Сказки вспоминай детские. А, мышку. Да, детские, вспоминай сказку. Мышку ёжика, зайчика. Друг мой, колобка. А, колобка. Ты смотри, а? Дети-то уже выросли, сразу чувствуется. Забыл ты всё. У нас сегодня в гостях Дмитрий Дубинский и Сергей Вольный. Сегодня у нас в гостях шансонье Сергей Вольный и композитор, аранжировщик, сам продюсер Дмитрий Дубинский. Тут за эфиром Дима рассказал, что приложил свою талантливую руку к песне «Я счастливый», Григория Лепса, да, Дим? Было такое. Ты музыку написал этой композиции, да? Да. А раскрой карты, ещё какие вот такие вот песни, которые прямо ушли, ушли в народ и в караоке ты создал, музыку которым? Ну, все я не вспомню, но... Ну, похвастайся. У нас, значит, Валерия, мы боимся любить, на слова Гуцериева Михаила Сафарбековича, которого, кстати, хочу поздравить с днём рождения. Мы хотим с Серёжей поздравить с прошедшим днём рождения, да, и пожелать вдохновения, творческих успехов, здоровья. Новых хитов. Новых хитов. Серёж, говорят, ты на концертах не только хиты исполняешь, ты ещё и грелку рвёшь в буквальном смысле. Да, было такое дело. Сколько грелок было уничтожено за твою карьеру? Уже, наверное, ну, 200 с лишним. А расскажи, что это? То есть ты во время концерта в экстазе достаёшь грелку, надуваешь и рвёшь? Есть песня такая, которая про меня, в принципе, написана. Вообще написана про людей, которым за. То есть я вот, мне 56 будет скоро. Вот, скоро, завтра. Да. И, в общем-то, в песне есть такие слова. Раньше были времена, а теперь мгновение. Раньше грелки рвали мы, так, для настроения. И вот я, когда написал этот текст, Дима написал музыку, она такая, танцевалочка получилась весёлая. Я думаю, а почему бы не попробовать, может, грелку порвать? Купил грелку в аптеке. Не с первого раза, но порвал. И такая фишка. И на первой же площадке попробовал этот эксперимент, и люди там, браво, там, ну, в общем-то. Так тебе после концерта можно грелки раздавать, вообще брендированные? Я раздаю. Так иногда появляются мужики, которые вот выходят и... А ну-ка, да, да, я. Нет, это не иногда, это всегда появляется. То есть это целое шоу из этих грелок происходит. Это как целый номер. Дима, ты пробовал вообще? Это вообще реально? Реально, да. Реально, да? Ну, я духовик, поэтому... А, то есть её надувать и таким образом... Да, она надувается, лопается и такой... Слушайте, это же надо сколько сил-то иметь, мне кажется, чтобы надуть грелку. Ну вот в Кирово-Чепецке мы выступали, и там один парень две штуки подряд порвал. Серьёзно? Ну, ещё под... Рекорд побил. Да, в апофеозе был там. Он был готов, по-моему, и третью порвать. Да, но уже не было грелок. Помимо грелок, Серёж, это ты же ещё заедлый мотоциклист, да? Да. Похвастайся своим мотоциклом. Есть у меня Харлейка, Softail Scream and Eagle. Мечтаю, когда растает снег, и хочу поехать. Я не такой гонщик, как там на задних колеях, я тихонечко с музычкой. На Харлее тихонечко получается у тебя так? Ну да, потихонечку катаюсь и нормально. А что влечёт тебя в мотоциклы? Я не знаю, наверное. Если ты не гоняешь, тогда что? Наверное, какая-то свобода, возможность положить его на повороте. То есть такой есть... Падал? Падал? Падал. Падал, да? Падал. Не боишься? Нет, а я падал в молодости, когда там летал как... А сейчас я езжу, ну, тихо, спокойно. Ну, в Москве, правда, тяжело ездить. А вот куда ты едешь, когда в туры какие-то, там интересно. А ты всё вот эта вот кожаная одежда, всё поправила? Не, у меня своя одежда. Я так как охотник, у меня очень много шкур остаётся. Я шью себе практически сам там. Ну, или заказываю... Ну, и мотоцикл у него обшит тоже. Да, да, у меня мотоцикл обделан там шкурами. Серьёзно? Если кому-то надо, у меня есть ещё там много шкур, я могу... Да, кому-то, может, из байкеров, там, из поклонниц. Ребята, обращайтесь, обращайтесь. Нет, это выглядит, кстати, очень красиво, когда он едет на мотоцикле. Это вот как в фильм, помните, есть «Дикая орхидея», когда там в конце Микки Рурк едет так не спеша на этом... Да-да-да, в очках. На чопере, в очках, вот Серёжа так едет. У него несколько лет назад, он прикалывался ещё, значит, на мотоцикл, сзади поставил такую табличку с надписью «Ищу жену». В прошлом году? А, в прошлом году, да. И вот он ездил по Москве и отбивался от женщин. Девчонки догоняли. Так мы же помним, ты же бортовщик, какая там жена? Не, ну сейчас я от них удираю просто, когда начинают приставать. А может быть, я? Прокати меня, я сразу по газам и... Девочки, Дмитрий Дубинский и Сергей Вольный у нас сегодня в гостях. Звёздный завтрак Прощение, мы все просили вчера, в прощённое воскресенье, а сегодня у нас в гостях шансонье Сергей Вольный, композитор Дмитрий Дубинский. Ребята, ещё раз утро доброе, здравствуйте. Привет. Не с пустыми руками сегодня Сергей Вольный к нам пришёл. Тушёнка собственного производства, колбаса. К слову, ребята, если вы хотите выпускать такие продукты, нам нужны деньги, да? Я всё правильно, Серёж, поняла? Да, нужен человек, который в этом понимает, инвестор, который может вложить в это производство, и мы готовы поделиться с ними своими секретами. То есть, по-хорошему, осталось что? Организовать завод. Торговая марка Сергей Вольный у тебя уже есть, да? Завод по производству тушёнки и колбасы. И всё это будем выпускать. Ребята, зато всё натуральное, без ГМО, без каких-то усилителей вкуса, всё своё, всё родное. Из лося. Это такой, получается, эксклюзив на самом деле. Да. А вообще, в наших магазинах есть продукты из лося? Я нигде не замечала в супермаркете. Нет, но где-то в каких-то магазинах продают, но это стоит достаточно... Большие деньги. ...достаточно дорого, да. Дим, да-да-да, что ты хотел сказать? Нет, я хотел слушать, как правило, это в основном не магазины, а рестораны только продают. Ну да. По баснословным ценам. Ребята, вкладывайтесь, если вам нужен хороший стартап, вот, пожалуйста, сегодня он у нас в гостях. Дим, в одном из своих интервью ты сказал, что твоя жизнь – это сплошной экстрим. Обосной, пожалуйста. Ну, во-первых, экстрим – это работа с артистами, как вы понимаете, да? Работа с людьми, да? С людьми, да. Но артисты – это же особенный, в хорошем смысле слова, психи. Можно спрашиваю, с кем тебе работалось, ну, по-хорошему, сложнее всего? Ведь ты с многими артистами поработал. Смотри, и Лепс, и Валерия, и Ирина Круг, и Екатерина Голицына, там все-все-все, и Сергей Вольный. Я начинал еще работать в Москве, я приехал в Москву 15 лет назад и попал к Юрию Шмильевичу Азеншпису, царство ему небесное, и работал с Димой Биланом, когда он только-только делал, скажем так, первые шаги. Круто. Так Евровидение Билан с помощью тебя? Нет, 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 нет. Мы потом разошлись, я отправился в свободное уже плавание. От ответа не уходи. С кем сложнее всего работалось? Ни с кем не сложно вообще работать. Ой, ну ладно, ладно. Нет, это правда. Дело в том, что у меня для каждого артиста есть подход, и все самые капризные и, скажем так, ну, вредные, не сказать, то есть в любом случае все уходят счастливые и довольные, с чувством удовлетворения. Я самый простой. Самый легкий на подъем. Смотри, отмалчивается друг после этой фразы. Дим, тут слушайте, спрашивают, вы поете? Да, я тоже пою, но я как сапожник без сапог. То есть я все собираюсь выпустить свой альбом, но на себя просто банально не хватает времени, потому что каждый день у меня есть как минимум Сережа, который утром мне звонит с вопросом, когда будет новая песня. Он, кстати, очень круто поет. Я хочу сказать, что просто вообще, я не знаю, сколько у него октав, но я по сравнению с ним детский лепет. Детский лепет, да? Нет, нет, нет. Ну, у меня достаточно большой опыт, и мы с Сережей занимаемся, и вокалом в том числе. Я противник, если честно, открою. Окей, накликал беду. Давайте проверим, насколько хорошо и Дмитрий Дубинский поет, и Сергей Вольный. Ребят, к сожалению, да, минуты три осталось, а поэтому будем с вами петь прямо сейчас. Я буду, ну, назовем это так, допойка. Я буду начинать песню, то есть она будет играть в эфире, да? Как только слова этой песни заканчиваются, вы должны будете не просто, да, там сказать и пробормотать слова, а пропеть. Договорились? Итак, фрагмент номер один. Я прошу прощения у всех, кого обидел. Ты поешь. Я прошу прощения, что многого не видел. Я прошу прощения, что всем помочь не смог. Одну дорогу сложно выбрать мне из тысячи дорог. Круто, Дим. Сейчас песня, которая тебе знакома. Пусть твой дом, судьба от разных бед хранит. Пусть он будет для друзей всегда открыт. Слова не помню. Оп! Пусть твой дом, слова, не помню я слова. Это новая песня Олега Газманова. Отлично, хорошо. Но так как вы в шансоне, эту песню знать должны. Владимирский центральный, ветер северный. Этапом отвери, сало немерено. Лежит на сердце тяжкий груз. Владимирский центральный, ветер северный. Этапом из Твери. Слов не помню я. Молодцы, молодцы. Хорошо, но тут слова должен вспомнить. Даже если очень плохо, Говорю себе неплохо. Даже если все не важно, Все наладится однажды. И напоследок. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом. Допевайте, допевайте. Когда ты счастлив сам, Счастьем поделись в дом. Мы желаем счастья вам, Счастья в этом мире большом. И когда ты счастлив сам, Счастьем поделись с другим. Вот такие вот у нас сегодня гости были. Дмитрий Дубинский, Сергей Вольный. Ребят, спасибо огромное, что пришли. Дим, тебе удачи, Чтобы со всеми работалось легко. Сереж, с наступающим днем рождения. Завтра отметить. Спасибо за презенты, за подарки. Ждем, конечно же, новый альбом. И всегда рады дорогим гостям. Спасибо, Радио Шансон. Спасибо, Радио Шансон. Звездный завтрак.